Всем привет! Сегодня будем готовить балабушки и щуки. Готовить эти нежные, вкусные, ароматные рыбные пончики не обязательно из щуки. Подойдет любая рыба, морская или речная, с белым мясом. Просто у меня в морозилке затаился хвостик от щуки. Итак, если у вас такая же рыбка, как у меня, то есть целая, для начала изготавливаем из нее филе, то есть освобождаем рыбу от шкуры и костей. Когда управимся с разделкой рыбы, пропускаем рыбное филе два раза через мясорубку. Во второй раз рыбный фарш пропускаем вместе с репчатым луком. Когда управимся с приготовлением рыбного фарша, приготовим тесто для пончиков. Для этого в рыбный фарш добавляем яйца, майонез. Майонез можно заменить сметаной или кефиром. Добавляем чайную ложечку разрыхлителя или пол чайной ложечки пищевой соды. Солим и перчим фарш по вкусу. Добавляем постепенно муку, примерно 200 грамм, и замешиваем тесто. Тесто для балабушек готово. Можно приступать к жарке пончиков. Разогреваем в глубокой посуде. Достаточное количество растительного масла. Жарить пончики мы будем во фритюре. Проверить нагрев масла можно при помощи кусочка теста. Выкладываем тесто в разогретое масло. Если начинает сразу кусочек теста шипеть, и сейчас буквально чуть-чуть он всплывет наверх, значит масло достаточно разогрелось. Тесто жарится. Так, теперь к вопросу о том, как формовать... А, я не сказала, кстати, про второй способ. Это просто палочка бамбуковая. Если опустить палочку бамбуковую в разогретое масло, сейчас покажи, палочка как бы начинает кипеть. Это тоже сигнал говорит о том, что масло достаточно разогрелось. Как формовать пончики? Здесь два варианта. Так, сковорода перекрывается, наверное, давай немножко поближе сюда подвинешься как-то. Можно взять просто 2 чайных ложки, смочить их в холодной воде, и при помощи ложек формовать пончики. То есть набираем немного теста, и сдвигаем тесто вот таким вот образом в масло. Мне этот способ не нравится. Я предпочитаю работать с кондитерским мешком. Во-первых, сформованные при помощи ложек пончики получаются разного размера, и они такие как бы, ну, не культурные, не красивые. И, во-вторых, вода и оскаленное масло не очень-то дружат. Все это будет брызгать и травмоопасно. Поэтому я беру кондитерский мешок, накладываю в него тесто, отрезаю хвостик у кондитерского мешка. Срез у меня примерно 3,5-4 сантиметра. Все зависит от того, какого размера пончики вы хотите приготовить. Делаем пробную отсадку. Все в разогретое масло выдавливаем небольшими кусочками, ну, небольшими порциями, вернее, теста. Отрезаем их при помощи ножниц. Ждем, пока пончики у нас всплывут и хорошенечко подрумянятся. То есть готовим пончики до румяного, красивого, золотистого цвета. Сильно по многу сразу пончиков не формуйте, для того, чтобы у нас сильно не опадала температура масла. Готовятся пончики недолго, так как у нас состоит тесто в основном из рыбного фарша, а рыбка, как известно, готовится очень быстро. Как только подрумянятся пончики до красивого, золотистого цвета, станут такими легкими, воздушными, они готовы, перекладываем пончики на сито, либо на тарелку с бумажными полотенцами, для того, чтобы удалить лишний жир. И таким образом пережариваем все тесто. В принципе, больше показывать нечего. Жарим тесто и подаем готовые пончики к столу. Подать их можно, например, со сметанным соусом. Очень вкусно получается. Мы надеемся, что вам понравятся балабушки, то есть рыбные пончики, приготовленные по этому рецепту. А у нас на этом все. Всем приятного аппетита, готовьте с удовольствием. Увидимся в следующих видео. Всем пока-пока! Вот такие симпопушные пончики у нас получились. Несмотря на то, что балабушки готовятся в большом количестве растительного масла, они абсолютно не жирные. И вот так пончики выглядят на разломе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!